Это вот виноград. Обратите внимание, это стекло. Отдельная каждая ягодка отливалась и потом на каркас этот собирались. Когда-то этим игрушкам отводили почетное место на елке наши родители, бабушки и дедушки, а то и прабабушки и прадедушки. На витринах украшения из разных периодов Советского Союза, рассказывает создатель коллекции Ольга Лужных. Это деколькомания 1938 год. Эти игрушки цены тем, что точно известно, когда они были выпущены. Это те игрушки, которые пережили войну. Разрушались города. Все сжигалось, все, что можно. Их не брали с собой в эвакуацию, естественно. Их не брали с собой в бомбу. Это не предметы первой необходимости, естественно. Они уцелели. То есть даже бумажные флажки, то, что сгорает в войне, они уцелели. Они дожили до наших времен. А уже после войны стеклянные шары стали нести еще один смысл. О хрупкости, спокойной и мирной жизни. Вот, к примеру, серия украшений, выпущенных ко дню молодежи в 1957 году. На нем было изображение голубя. На всех шарах были изображения двух голубей, самого голубя. И везде было слово «мир». Либо «миру мир», либо просто «мир». Серия состояла, по-моему, из пяти или шести шаров. Тоже достаточно интересная игрушка. Интересно тем, что она выпускалась к какому-то событию. Следовательно, она выпускалась только условно год-два и на этом все. Если сегодня производители новогодних изделий могут смело воплотить в жизнь любую задумку в виде игрушки, то в советское время каждую фигурку утверждали на худсовете. И редко игрушки отбраковывали, как не отвечающие запросам времени. Либо отправляли их на доработку. Так в 1961 году, когда Гагарин впервые побывал в космосе, новогодние елки украсили ракеты и спутники. А с приходом к власти Хрущева на елку вешали стеклянные овощи и грибы. Чуть позже, ближе к 70-м, появились игрушки в форме кухонной утвари. Вот посуда была выпущена. Вот это вот она, последняя поздняя игрушка. Она где-то года, наверное, 70-е. Вот это вот ранее. Как они отличаются. Вроде простая форма, за счет рисуночка. Вот это, эти самоварчики где-то 60-е годы. Были более сложные формы самоваров, чайников. Были целые наборы. Свою коллекцию Ольга Лужина создавала пять лет. Что-то родом из ее детства, что-то от знакомых. Некоторое покупала. Из-за всей этой игрушечной истории женщина подмечает, что Новый год всегда был и остается у людей любимым праздником. И даже вот в блокадах Ленинграде, вот не помню, 42-й год или 43-й, была проведена елка для детей. И там подарком была маленькая котлетка и кусочек хлеба. Я думаю, это был самый ценный подарок на самом деле для детей на то время, чем какая-то коробка, не знаю, книга или еще что-то. Конечно, насколько была важность проведения праздника. Почувствовать атмосферу советского Нового года можно в центре Барнаула. Выставка работает ежедневно по адресу проспект Ленина, 107. Анна Рашагирова, Андрей Печоркин. День с толком.